Добрый день дорогие друзья, любители шахматы, здесь на Ческом.ру С вами говорит гроссмейстер Алексей Армалинский Продолжаю рассказ о турнире претендентов Ключевая партия третьего тура Встречались Дин Гляжень и Фабиано Карвано Два главных фаворита турнира перед его началом Гарри Каспаров сказал, что кроме них турнир никто не может выиграть Ну, не знаем, поскольку турнир прерван Может, предсказания Каспарова и оправдаются Хотя, после первого круга на это не похоже Мы все знаем таблицу Но все же, возвращаемся к тому моменту, когда эта партия игралась После катастрофического старта 0 из 2 Дин Гляжень, завидев вот эти ходы Признался потом, что мелькнула у него предательская мысль Разменяться на Д5 и сделать ничейку Ну, в старые времена Тигран Вартанович Петросян Безусловно Говорил, по крайней мере, об этом Не знаем, как он поступил Он вообще редко две подряд проиграл Вот, но Это было... Что он говорил? Он говорил, вообще результат Нормальный результат шахматной партии – это ничья Любой результативный исход, любой Как-то нарушает ваш какой-то баланс психологический Поэтому неплохо бы, независимо от того, выиграли вы или проиграли Сделать на следующий день ничью А еще лучше две Ну, это все шутки, конечно, были Но в каждой шутке есть доля шутки Все мы это знаем Однако же, короткая дистанция современных турниров Для такой роскоши не позволяет Просто не позволяет Ну и потом Ну, все-таки День для Жень Ну, очень боевой шахматист И Принял он мужественное решение Играть так, как он обычно играет Свои основные принципиальные варианты И вот он вышел сюда И главная славяночка И конь Е5 В 3 И здесь Ну, раньше, разумеется, белые играли Е4 Начиналась эта долгая история с жертвой фигуры Белые там практически оставались без пешек Где-то гуляли королем там на С23 Вы эти партии можете найти Игралось это очень много лет назад Крамник был крупный специалист этого дела Иногда у белых получалось Но В современной трактовке славянской защиты Вот этот ход Ход Комбит С4 вышел на передний план Между прочим, есть и другое оформление этой идеи Иногда вот Начинали даже с хода короля в 2 Здесь удивительным образом Уже вот этот ход выскакивает На поверхность С идеей отвлечения Удара на Д4 Но это особые разговоры А вот такой порядок ходов считается Основным сейчас И вот что можно здесь сказать У нас тут в Америке есть Замечательный шахматист Сэм Шаньк Которого я знаю С его еще юношеских времен Когда я работал в шахматном клубе в Сан-Франциско И вот проводили мы все время турниры Ну в основном по быстрым шахматам И на такие турниры появлялся такой паренек Приезжал на метро С такими бутсами футбольными Через плечо Садился, играл Рейтинга у него особо не было Но он частенько обыгрывал мастеров А бывало даже и гроссмейстеров Это и был молодой 14-летний Примерно тогда Сэм Шаньк Он вообще самобытный очень шахматист У него и тренеров-то не было Он не брал он уроки Не усветил этого дела Которых, ну разумеется, гроссмейстеров Занимающихся молодым поколением Хватает в Америке Я, кстати, к ним не принадлежу По крайней мере сейчас Ну в общем, до всего Сам доходил с Сэм своим умом И достиг действительно высокого уровня Выиграл блестящий чемпионат И прекрасно играл за команду Так вот, что он в этой славянской Делает черными В этом варианте он Несколько раз уже ходил С5 Ну Тут какие дела В общем, это Жертва Есть вот такая вот жертва фигуры В такой трактовке Но она Видимо, не удовлетворительная за черных Дело в том, что Белый Король Конечно, будет стоять надежно На G1 А все-таки Лишняя фигура Это фигура Сколько бы пешек черные Не собрали Но У Белых наверняка лучше Потом Сэм сам переключился На более надежное продолжение Он играл слоном сюда Белый хитро отходит конем А он играл конь C6 Но играть черными можно На самом деле В общем Теоретическая позиция Но разговор у нас об этом не пошел Поскольку Фабиано В своем фирменном стиле Выдал Вот такой ход Выделил Ну, просто Сныкшибательная новинка Ход Е5 Под два боя Вот так вот Дингу пришлось сесть Вот у него Ноль из двух И разбираться за доской Что здесь можно было сделать? Ну, ход ДЕ Наверное Можно отставить В сторону Довольно быстро Вот посмотрев на эту позицию Ну, что, собственно говоря Как можно удержать пешку на Е5? Ну, играть Ф4 Там абсолютно нереально С таким королем Это не получится Черных очень много Атакующих возможностей А какое-то более надежное Продолжение Типа такого Но черные даже не обязаны Сразу бить на С4 На Е5 Успеют они Динамики у черных Очень много У белых все-таки Имеются слабости На ферзовом фланге В общем, это продолжение Как-то не выглядело Уж таким хорошим Тут и Ф6 могут пойти, кстати Шутки шутками Что еще? Разумеется, Е4 Выглядит очень принципиально Наверное, Динга Об этом подумал После ЕД Есть ход Коня А2 Да Выигрываешь фигуру Но ясное дело Что здесь ты влезаешь Просто вляпаешься Просто вот туда В эту компьютерную подготовку На 100% Наверное, все равно Уже вляпался Но вот здесь Как-то это Может быть совсем тяжело Ну, черные Наверное, копают Б5 В общем, здесь Сделаешь один неверный ход И Можно просто партию проиграть А 0 из 3 Все-таки это уже Означило бы Конец турнира Для китайского Грассмейстера Но он пошел Комбьет Е5 Я думаю, что все варианты Конечно, он посчитать не мог Принял скорее Интуитивное решение Решение, на мой взгляд Неплохое Было сыграно Свонце 2 немедленно С этим мы уже знакомы Значит, Ферзь Д2 Сидеть С5 Опять же Трудный такой момент Ну, конечно, ход Е3 Выглядел понадежнее Но ведь, объективно говоря Что дальше белым делать? Просто взять на Ц5 Ну, там даже в Эншпиле У черных такая активность С этими слонами Ферзь в фланг у белых Совершенно разрушен Рассчитывать на выигрыш Там не приходится Ни под каким видом Сыграть Конь Д3 Вроде бы более заманчиво Но все равно Черные делают Тамповый ход Конь А6 Не знаю, как здесь Ну, вот Дин лежения Не понравилось Это он предпочел Ход Д5 Я думаю, что ход Очень принципиальный Я, например, был Очень доволен Что этот ход был сделан Хотя мы С Добровым думали Что у черных Есть хорошее ответ Слон Е4 Штучка этим продолжается Но бить, естественно Нельзя его Поскольку Сначала возьмут на Ц3 А потом Потом уже на Е4 С решающим эффектом А Ходить Д6 Ну, печально как-то Черные Просто заканчивают Развитие Но пешка Д6 Не жилец Как белым Из этого выкарабкиваться Тут С4 Сыграют очень быстро Но оказалось Оказалось Что У белых Есть интересная возможность Сыграть здесь Ж4 Это очень интересный ход Да, можно пешку отыграть Но ценой взять И на Ц3 Что очень нежелательно Для черных А иначе Белые играют Ж5 Ой, прошу извини Вот что мы тут Я потом прикинул Как-то сам Ну А может, мне кажется Этот вариант Мы даже упоминали Вживую Но он В принципе За черных Как-то кажется Больше на ничью Честно говоря Все-таки Фигур в атаке Очень мало Наверное Вечный шаг Какой-то Можно найти Но вряд ли Больше Сомневаюсь я То есть Карлана Двигался Очень быстро По своему анализу Пошел немедленно Слон Б3 Даже не дал нам Времени Толком разобраться С ходом Слон Е4 Но Е4 Было сыграно Теперь так И Ферзь Ф4 Ну Каждым Ходом День Лежения Приходилось Обходить Подводные Камни Поскольку Пойди сюда Тебе тут же Нанесут Такое Что уже Не выправишься От этого дела В темпе Продолжает Курана Действовать Очень быстро Сделал ход С4 День Уже Берет Все Назад Дороги Нет Взятие Слоном Какие-то Разные Там Варианты Вот Есть что-то Такая Какая-то Игра Ну Там же Еще Ферзь Б6 Есть Шах Понимаете На Б3 Так Просто Не забрать А Конь Остается Под Связкой Если Пойти Сюда То Даже Есть Вот Такая Стратегия Слон С5 Теперь Грозит В общем Белым Постоянно Над ними Висят Какие-то Угрозы Нужно На Каждый Ход Тратить Очень Много Времени Интуитивно Нужно Действовать Так День Лежения Действовал Взял Конь Ф8 Удивительная Скорость Исполнения Со стороны Каруаны Все Разумеется Было Проанализировано Ферзь Ф5 Но Опять же Повторяюсь Изучать Ход Ферзь Ц1 Но На это Уже Времени У него Не было Надо Было Играть Только Проверять Конкретную Тактику На 2-3 Хода А Если Все Нормально То Делать Ход Который Нравится Поэтому Ферзь Вышел Вперед Многие Комментаторы Которые Естественно Потом Смотрели Эту Партию С Компьютерами Начали Подвергать Сомнению Решение Американского Гроссмейстера Начиная Вот с Этого Взятия Многие Утверждали Что Следовало Пойти Ладьей Сюда И теперь Вот есть Такой Ход Конь Е7 Но Идея В том Что После Возвращения На Ф4 Черные Могут Удивительным Образум Нанести Вот такой Удар Им не Слон Нужен Конь Нужен На Д5 После Всех Максимальных Разменов Нужно Атаковать Белого Ферзя Там Висячий Конь На Д2 Слон На Д4 Что там Было Дальше Я не знаю Я Ничего Этого Делаю Сам Не проверял Я проверять Не хочу Вы уже Меня Знаете Я Небольшой Любитель Работы С Компьютерами Такой Я Старорежимный Товарищ Ну вот Но тем не менее Соглашусь Конечно Вадья Ц8 Было Очень Интересно Значит Сюда Слон Ушел Слон Ц5 Здесь Немножко Мы с Владимиром Смотрели Сначала Я думал Что нужно Вывести Вадью Чтобы Обеспечить Отход Короля Не запирая Эту Вадью Но Оказалось С этим Делом Проблема Очень Сильный Ход Вадья Е5 Единственная Клетка Еще одно Нападение Здесь Слон Д6 Все-таки Белый ферзь Попадается Можно сказать То есть Е5 Вообще Единственный Ход И тогда Черные Могут Очень Сильно Взять Вадью Здесь Уже Просто Не до Шуток Здесь Черные Поля Настолько Слабые Что Наверное Белые Просто Проигрывают Поэтому Правильно Было Принято Решение Взять Имущественно Отойти Королев 1 Ну вот Что Насчет У черных Компенсация Безусловно За пожертвования Две пешки И лишний час Времени На часах А может Уже И больше Наверное Уже Больше К этому Моменту Я Мог бы Наверное Сейчас Проверить Обратиться Там К архивам Посмотреть Точные Расходования Времени Но Главная Идея Мне Примерно Понятна Не хочу Просто Тратить На это Время Ну вот Почему же У Каруана Не получилась Партия Вот с этого Момента Ведь Ну В общем-то Пошла Она под откос Мы это знаем Почему Я думаю Что проблема Бла в том Что слишком Все это Быстро Исполнил Фабиано Слишком Быстро Ну хорошо Допустим Все дома Подготовлено Ходы все Известны Может быть Даже Вы играли Уже Это Несколько Раз Но все равно Опытные Тренеры Рекомендовали Думать Ну не думать Там по 20 минут Над каждым ходом Но думать Как-то Прогонять В голове Эти варианты Просто Чтобы разогреться Вот Со скамейки Запасных И прямо На поле Но это Очень тяжело Это очень тяжело Шахматистам Много Я знаю Примеров Из своей Собственной Практики Я чаще всего Был на другой стороне Поскольку Я никогда не славился Длинными Подготовленными Вариантами В дебюте Бывало Меня на что-то Ловили Но я Смотрел потом На игру Своих противников И Обнаружил Вот этот Закономерность Что Играли они Откровенно Плохо С того момента Когда Анализа Заканчивалась Сначала Да Он подходил Садился Бокова Закатывал Типа Сейчас Я Уже Все Хорошо На самом деле Не получалось Поскольку Мозг Не был Разогрет Ну вот Ход Х6 Ну Я даже Честно говоря Не понимаю Наверное Какие-то Идеи Были В чем Они заключались Отнять Поле Ж5 У ферзя Не позволить Ферзю Вернуться Может В этом Дело Но Ход Какой-то Не производит Такого Впечатления Положительного Наверное Все-таки Надо было Ставить Ладью Туда И Немедленно Атаковать Пешку Б2 Но Если Белые Ее Отдадут То Конь На С3 Висячий Ну И там Черных Уж Всяко Что-нибудь Найдется Там Уже Удары На Е4 Пройдут Может быть Ну В общем Ладья Б1 Вроде бы Вынуждена Ну И здесь Что-нибудь Такое Надо Все-таки Вскрывать Центр Нужно Взрывать Позицию Не знаю Там Насчет Ж3 Дело Такое Уже Там Линия Вскроется Против Белого Короля В общем Вот Таким Путем Нужно Было Действовать Черными Почему Это Не было Сыграно Наверное Только Одна Причина Которую Я уже Вам Высказал Один Лежинь Продолжает Делать Правильные Ходы Ничего Не Отдает Свою Позицию Держит В целости Сохранности Пешка Б Не двигается Никуда Конница 3 Надежный Ну Собственно Говоря Что Где эти Удары Решающие На Е4 Не видно Их Фабиано Попробовал Вскрыть Линию На Ферзевом Фланге А это Откоренно Говоря Медленно Дину Здесь Что В принципе У него Времени Не было На то Чтобы Вдаваться В детали Он Знает Свой план Вести Ферзя В игру Оттеснить Черного Ферзя Потом Централизоваться И все Это Было Уверенно Исполнено Да Оттеснили Коня Да Пешка На А4 Теряется Но Небольшая Потеря Сказать Вам Честно Что там Черные Ничего Они Не смогут Организовать С этой Пешкой Кони У них На Королевском Фланге Предполагалось Что эти Кони Будут Использованы Для Атаки Какой-то Атаки С жертвами А время Для этого Уже Было Упущено И несмотря На некоторый Недостаток Времени Дилижи Не составило Никакого Труда Довести Эту партию До победы Честно Говоря Вот просто Не было Даже Ни одного Варианта Здесь Который Я мог Вам Показать И как-то Подискутировать Но Нечего Здесь Черным Делать А он Отдал На Ф4 Ну Такая Жертва Примерно Напоминающая Жертву Кирилла Алексеенко В предыдущем Туре Против Самого Каруаны Тоже Жертва Отчаяния Но там Все-таки Мне кажется У Кирилла Ну у него Получалось Там Три пешки За фигуру А здесь Получается По моим Подсчетам Одна пешка Все что Из этого Фабиана Сумел достичь Это он Как-то Затянул Борьбу Но даже Особенных Шансов На зевок Противника Не было Я просто Показываю Эти ходы И Наконец Пройдя контроль Динго Взялся За дело Выиграл Пешку На f6 В общем Все это Уже было Детский Писк на лужайке Это уже Никого не Интересовало Очевидно Что Фабиана Был Очень здорово Расстроен Наверное В нормальной Ситуации Он бы Сдался Уже Давно Здесь Как-то Он по инерции Продолжал Продолжал Двигать Вперед Вот Ферзь С2 Можно сказать Последний Не то Чтобы Очень Трудно Находимый Правильный Ход Белый Готовит В скрытый Шах Е5 Ну и После этого Опять же Все основано Конечно На централизации На отъеме Полей У черных Фигур Никаких шахов На Е3 Ничего нет Но здесь Уже Фабиана И сдался Вот такая Получилась История С этой Партией Ну что Можно сказать Она Турнирную Интригу Конечно Завернула Еще покрепче Во-первых Дингли Жень Вернулся В турнир Ну о том Как у него Дева развивались Дальше Мы конечно Посмотрим А для Каруана Это было Неприятное Поражение То есть Отбросил его На 50% И самое главное Что подготовленные Им дебютные Новинки Которые он В каждой Партии Демонстрировал Пока Результатов Не дали Ну что ж Спасибо вам За внимание Я продолжу Свою работу Впереди У меня Еще Четыре Тура Этого Замечательного Турнира Четыре Тура Это 16 Партий Ну что ж Когда Мои анализы Будут готовы Я продолжу Записывать Ролики А пока Спасибо за внимание С вами был Гроссмейстер Алексей Ермолинский